Продолжение следует... Крещанские выходные для спасателей станут нелегкими. Парпара о Лермонтове. В Ульяновск приехал основатель фонда имени великого поэта. Мемориальную доску бывшему прокурору области Федору Жданову открыли сегодня в Ульяновске. Мероприятие прошло у дома знаменитого юриста. Напомню, Федор Жданов 16 лет был прокурором Ульяновской области. В составе авиационного полка прошел всю Отечественную войну. Был удостоен медалей за отвагу, за боевые услуги, ордена Красной Звезды и даже медали Чехословацкой Республики. В декабре 1997 года имя Федора Жданова занесено в Золотую книгу почета Ульяновской области. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, мы сегодня вместе с вами сделали очень большое, очень доброе, очень хорошее и ответственное дело. Мы увековечили память не только достойного человека, мы увековечили память солдата Великой Отечественной войны, мы увековечили память прокурора Ульяновской области. Спасибо. В торжественной церемонии принял участие сын знаменитого юриста, а также представителя Ульяновской прокуратуры. Идем на восток. Ульяновский регион активизировал работу с инвесторами из Китая. Перспективы такого сотрудничества журналистам озвучил Александр Смекалин. В активной стадии переговоры с тремя десятками компаний из Поднебесной. Уже в первой половине этого года с тремя инвесторами официально скрепят партнерские отношения. Региональные власти подчеркивают, ни одна зарубежная компания от реализации своих инвестиционных планов на территории Ульяновска не отказалась. Однако переговоры с европейскими партнерами замедлились. Стабильный деловой климат в регионе поддержит дополнительное финансирование, отмечает Александр Смекалин. Переговоры просто происходят здесь. Давно мы не закладывали такие серьезные суммы. На сегодняшний день уже предусмотрено в бюджете нашего региона порядка 70 миллионов рублей на реализацию поддержки в сфере малого и среднего бизнеса. Учитывая то, что мы концентрируемся на сегодняшний день на поддержке в сфере кредитования и доступности ресурсов малого и среднего предпринимательства, понимаем, что сейчас не самая лучшая ситуация у банков, поэтому мы будем декапитализировать наш фонд микрокредитования. Учтут и софинансирование федерального центра. Всего на поддержку регионального бизнеса в 2015 выделили полмиллиарда рублей. В минувшем году в регионе заключили 12 крупных инвестиционных соглашений. В партнерах компаний из России, Турции, Японии и Китая. В эксплуатацию ввели 15 новых предприятий, а вместе с ними полторы тысячи рабочих мест. Вкладчикам по-прежнему интересны машина и приборы строения. Специалисты также отмечают денежные вливания в социальную сферу. В ночь с 18 на 19 января православные христиане празднуют Крещение Господня. По традиции в это время будут проходить массовые купания. В здании региональной администрации прошло заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Обсуждали, как сделать так, чтобы празднование Крещения прошло без эксцессов. В частности, участники отметили, что погодные условия в Крещенскую ночь позволят провести обряд на водоемах, хотя до знаменитых крещенских морозов будет далеко. 17-18 января при повышении атмосферного давления облачность начнет разрушаться, осадки прекратятся, а температуры понизятся до 7-12 градусов мороза. 19 января ожидается увеличение облачности. В отдельных районах возможен небольшой снег, но температура существенно не изменится. По территории региона организуют около 80 мест массового купания. 7 из них в Ульяновске, на Волге и на Свияге. Везде будут дежурить сотрудники полиции, МЧС и медики. Специалисты установят палатки для переодевания и дополнительное освещение. Хочу в муниципалитете акцент, чтобы на что это делали. Посылайте вы машину, машина должна быть обязательно с отопительными приборами. Вы знаете, что температура для оказания медицинской помощи внутри автомобиля должна быть не ниже 18 градусов, иначе вы не нарушаете все лицензионные требования. Плюс должны быть какие-то средства согревания. Поговорили и о том, что могут появиться и неофициальные, или несогласованные с властями места купания. Их нельзя упускать из вида, чтобы обеспечить безопасность граждан, которые по каким-либо причинам решат их посетить. В целом же в регионе ожидает до 40 тысяч желающих окунуться в прорубях. Толщина льда на водоемах на сегодня составляет не менее 20 сантиметров, что соответствует норме. Около сотни ДТП произошло в регионе за минувшие сутки. Два человека получили травмы. Больше тысячи нарушений правил дорожного движения зафиксировали госавтоинспекторы. Наталья Валуйская с подробностями. 15 января в 23 часа в Ульяновске на улице Камышинская, 35, по предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21099 совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, мужчина 1966 года рождения, госпитализирован. В 23.40 на 24-м километре автодороги Ульяновск-Дентроград-Самара, по предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21099 в состоянии алкогольного опьянения нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и допустил столкновение с движущимся во встречное направление автомобилем КамАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ-21099 госпитализирован. Уважаемые водители, не забывайте, что, сев за руль автомобиля, вы несете ответственность за жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Соблюдайте правила, это позволит вам избежать неприятностей на дороге. На сегодня это вся информация. Удачна вам дня! О других интересных событиях в регионе коротко расскажут мои коллеги в новостном блице. В связи с потеплением в Ульяновске активизирована очистка крови. Ежедневно, по данным городской администрации, этим занимаются 6 автовышек и до 75 специалистов, обученных действиям на высоте. Сейчас обработаны карнизы 583 объектов жилого фонда, находящихся в зоне ответственности управляющих компаний. В первую очередь очищаются кровли, находящиеся над тротуарами. В случае невозможности оперативной очистки территория огораживается сигнальной лентой. В Ульяновской области готовят обращение в антимонопольную службу по вопросу необоснованного повышения стоимости лекарственных средств. Как отметил министр здравоохранения Павел Дегтярь, в Ульяновской области розничные и аптечные сети, чтобы сдержать рост цен, минимизируют торговые надбавки на лекарственные средства и изделия медицинского назначения. На сегодняшний день отмечается стабильность рынка. Однако по ряду позиций, в том числе отечественного производства, наблюдается повышение уровня цен. Напомним, по фактам значительного роста цен в аптеках, жители Ульяновской области могут обратиться по телефону горячей линии 8 800 200 73 07. Сегодня в Ульяновской области ожидается снегопад. В связи с этим Министерство транспорта напоминает, что для оперативного реагирования на резкие изменения погодных условий в регионе работает горячая линия. 610207 или 61587 Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта. 384227 Симбирск, Автодор. 442112 Региональное министерство по чрезвычайным ситуациям. 459490 Телефон дежурного по автовокзалу. Фестиваль творчества «Зимний венец» ждет ульяновцев на представлении. Сегодня на площади Ленина в 13.30 начнется программа детского биологического центра «Природа зимой». В рамках мероприятия для детей организуют познавательные экологические игры. Кроме того, специалисты центра во время прогулки по Владимирскому саду расскажут об особенностях зимней природы. Концертной программой «Крещенский вечерок» порадует горожан творческие коллективы «Ульяновска» 17 января. В 13 часов на площади Ленина прозвучат народные эстрадные композиции. Также у гостей мероприятия будет возможность потанцевать. В программе выступления народного коллектива «Веретено» детской вокальной студии «Премьера» и других творческих коллективов города. Лучший в России начальник медицинской службы 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады Олег Харченко стал победителем в конкурсе профмастерства. Он обошел на двух этапов соперников из всех городов и видов вооруженных сил. Секреты профессии военного врача выяснял наш корреспондент. Рустам, как чувствуешь себя? Лучше намного. Намного? Точно. Готов идти дальше, служить Родину, защищать. Точно. Опытный врач, строгий начальник и отличный товарищ. Именно так отзываются о подполковнике медицинской службы Олеге Харченко, сослуживцы и друзья. Такое отношение – повод для гордости. Он у нас человек очень строгий, но справедливый. В коллективе всегда придет на помощь и хороший друг. В мирное время медицинская рота оказывает первую врачебную помощь. Но прежде всего это подразделение боевого обеспечения, и это его главное отличие от гражданской медицины. Все работники этого подразделения обучены для оказания помощи в проведении боевых действий, выполнении учебно-боевых задач. Это хирурги, терапевты, анестезиологи, то есть именно те специалисты, которые необходимы для оказания первой помощи, в том числе и в полевых условиях. Всегда быть, так скажем, в готовности, в любое время дня и ночи, в любых условиях, находиться рядом. Но это на службе, а на гражданке подполковник Харченко любитель погонять шайбу. Хоккей – любимый вид спорта с детства. Ну и, конечно, все свободное время Олег отдает семье. В его жизни после службы в десантных войсках – это самое главное. Семья. У меня замечательная супруга, дети вообще великолепные, сыну 12, дочери 2 года. Дочь у меня прям просто чудо. Конечно, награда – повод для гордости, улыбается Олег Харченко. Но и для дальнейших свершений меня в первую очередь мотивирует мой коллектив. И, конечно, служба в десанте, говорит он. Мария Пугачева, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Малоизвестные факты из жизни великого поэта рассказал ульяновцам гость из столицы. Накануне в библиотеке имени Лермонтова прошла интересная встреча. Российский драматург и основатель фонда имени Михаила Юрьевича Анатолий Парпора прочитал ульяновцам лекцию о жизни и творчестве выдающегося русского поэта. Подробнее в репортаже Ирина Коваленко. Он начал сразу как власть имущий. Так Анатолий Парпора назвал свою лекцию о Лермонтове. Уже 26 лет он изучает биографию и творчество великого поэта, а также переводит его стихи на 40 языков мира. Перевод стал основной деятельностью фонда имени Михаила Юрьевича. Во всем мире львиную долю стихов Лермонтова вынуждены читать на русском языке. С какой проблемой сталкивались переводчики как в 19-м, так и в 20-м и 21-м веках, Анатолий Парпора объяснил. На итальянском языке движение воды передается только двумя глаголами. На русском языке речка движется и не движется, забурлила, зашумела. И когда Лермонтов со своим полным звучанием переводится, получается, что у него река только журчала или только бежала. Лекцию посетили школьники и преподаватели Заволжского района. Если взрослых заинтересовала литературовическая сторона, то школьникам хотелось прочитать любимые стихи у Лермонтова. Правда, почему они им нравятся, дети пока объяснить не могут. Стих Лермонтова, не помню, как называется, но начинается... Я жить хочу, хочу печали, любви и счастью назло. Они мой ум избаловали и слишком сгладили чело. В своей лекции Анатолий Парпора рассказал о Лермонтове то, что редко можно прочитать в популярных энциклопедиях, о стиле поэта, об изменениях, которые вносили издатели на протяжении двух веков. Но главной задачей беседы было обратить внимание слушателей на то, что и сегодня Михаил Лермонтов влияет на жизни людей. Ирина Коваленко, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск. Итоги первенства по авиамоделизму подвели в Ульяновске. Победителем в общекомандном зачете на этот раз стали спортсмены областного центра технического творчества. В категории моделирования бумажных самолетов, равных областному центру, так и не нашлось. В итоге третье по счету ульяновское первенство принесло в копилку команды очередную награду. В соревнованиях Red Bull Piper Wins в Цюрихе чемпион мира изготовил модель на глазах у судей из листа бумаги и запустил рекорд 62 метра. Представьте себе запустить модель. Значит, этот рекорд еще не побит. Поэтому правильная регулировка, правильно изготовленная модель – это успех. Сейчас молодые спортсмены продолжают тренировки. Ближайшее первенство намечено на январь будущего года. И это были все новости к этому часу. Всего доброго. Помощь предпринимателям, несмотря на кризис. Область готова помочь ульяновскому бизнесу. На первой рабочей неделе в этом вопросе поставлена точка. А как работают больницы? Что нового могут предложить ульяновские клиники? В медучреждениях прошел день открытых дверей. Хотел заинтересовать бодибилдеров, а привлек внимание полиции. Ульяновский дантист наказан за контрабанду стероидов. Актуальность импортозамещения. Как с этим в нашем регионе? На примере птицеводства покажем, что это возможно. Как доставить ульяновских блогеров на славки? Может, автомобилями? Такая идея уже родилась у энтузиастов. Автопробег намечен на август. Крещение. Где, когда и во сколько будет совершаться таинство? На чем добраться? Расскажем в конце программы. Смотрите «Воскресенье» в 10.20 на «Россия-1». Сейчас в Ульяновске около ноля. Атмосферное давление 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 92%. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Субтитры подогнал «Симон»!